Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия. Манчестер Юнайтед 1, Эвертон 1. В сегодняшнем выпуске мы разбираемся в причинах с той неубедительной игры, но даже столь неубедительного результата, потому что мы с вами говорили в одном из видео, что впереди у нас четыре важных матча. Это Эвертон, Мансити, Тоттенхэм и Шеффилд. И от того, как мы проведем эти четыре матча, будет зависеть во многом, попадем в топ-4 или нет. Мы начали эту серию, начали ее не слишком убедительно. Да, Эвертон Анчелотти хорош, да, с ним итальянец здорово поработал, да, у них был не очень убедительный результат против Арсенала, когда они проиграли в концовке матча, и они очень сильны дома. Мы об этом, обо всем знали, но у нас был хороший такой гандикап, я так скажу, потому что мы очень хорошо шли в последнее время. В последних семи матчах мы пропустили два гола и при этом забили 18. Бруно Фернандеш приехал в команду. Все это предвещало достаточно хороший матч. Давайте посмотрим на стартовый состав, который выставляет Оля. И здесь первый сюрприз. Ромб, так называемый, в полузащите. То есть у нас не было вообще крайков, не было крайних полузащитников, ни Даниэля Джеймса, ни Гринвуда, которые обычно играют на фланг. Гринвуд играл вместе с Марсиалем в центре нападения. Вот ромб, который составлял, это и являлось нестандартным решением. То есть по факту нам дали вот такую расстановку, то что три в линию, это Матич, Мактоминой и Фред, и конечно же Бруно Фернандеш чуть выше. Фернандеш и действовал ближе к нападению, во многом он действовал третьим форвардом, ну или вторым форвардом, потому что Гринвуд в штрафной появлялся достаточно редко. По факту, ну, играл Бруно Фернандеш чуть выше, внимание, Матич ниже, ну и Фред с Мактоминой на одной линии между этими двумя игроками. Достаточно интересное решение. Мы видели, что Оля пробовал так играть в момент, когда его только назначили тренером Манчестер Юнайтед. И во многом мы такого именно Ромба и ожидали с приходом Поля Пагба, с его возвращением. То есть Бруно чуть выше, Мактоминой чуть ниже, Фред с Пагба на одной линии. Мы просили это решение, мы его получили. Что в нем интересного? Интересного в нем то, что и Фред, и Мактоминой при наличии Матича за их спинами получают определенную свободу и могут дополнительно создавать численное преимущество на флангах со своей рабочей ногой. Таким образом, Мактоминой уходит выше вправо на позицию правого полузащитника. Фред уже второй матч подряд подключается на позицию левого полузащитника и может оттуда делать прострельные передачи или выкатывать вот сюда на периметр штрафной площади, где подключаются Бруно и Мактоминой. И, нет, не Мактоминой, Бруно и Матич. Прошу прощения. И в этом матче мы тоже это видели. Мы видели, как Матич, наконец-то мы стали использовать силу дальних ударов внимания Матича. Для меня была загадкой, честно говоря, почему мы это не используем. Матич очень здорово бьет издали. У него сильный хлесткий удар, при этом достаточно прицельный, почти всегда точный. В отличие, например, от ударов Фреда, хотя тот и забил два гола двумя ударами в матче против Брюгге, но это скорее исключение. Так вот, подключение Фреда и Мактоминой и выкатывание на периметры штрафной площади это интересный вариант тактический такой, который мы с вами увидели. Но еще раньше, друзья, мы увидели, чем мы увидели все, мы увидели ошибку Давида Дехея, которая стоила нам, по сути, результата в этом матче. Я не хочу вешать всех собак на Давида, я не хочу этого делать, но когда ты вратарь настолько опытный, когда ты вратарь мирового уровня и первые минуты встречи ты совершаешь такую ошибку, это прям первый гвоздь в крышку твоего гроба. Я вот так скажу, потому что не может вратарь позволять себе так играть. Потому что, ну, понятное дело, то, что на него бежит Калверт Льюин, понятное дело, что повезло, что отлетело в створ от истечения обстоятельств и так далее. Но ты подставляешь свою команду, так рискуя уже в самом начале встречи. Ты подставляешь свою команду и Давид Дехея, по сути, подставил нас, заставив отыгрываться уже со второй или с третьей минуты матча. Ничего еще не создал Эвертон, ничего не создал Манчестер Юнайтед, а уже мораль в плюсе была у Эвертона, несмотря на то, что она у них и до этого была в плюсе, потому что они играют дома. Таким вот образом, уже после второй или третьей минуты матча, Манчестер Юнайтед был вынужден отыгрываться и тут же мы кинулись вперед. И стоит парням отдать за это должное, потому что мы тут же создавали опасные моменты. Матич попал в перекладину сначала и там Пикфорд не доставал, затем он попал в Пикфорда. Ну и Бруно Фернандеш, тот гол, который забил Бруно Фернандеш, это прям, ну это здорово. Как бы тоже была ошибка со стороны Эвертона, однако Бруно первым касанием, это даже не касание мяча, он просто развернул корпус и развернул защитника рядом с собой. И вторым касанием, ну как бы пробил в ближний угол, до этого успев поднять голову, оценить обстановку на поле и таким ныряющим ударом, чтобы Пикфорд его не поймал, забить этот мяч и сравнял счет таким образом Бруно Фернандеш. Во втором тайме Эвертон здорово переключил скорости, а Манчестер Юнайтед забил Ри Шарлисона. Забыл просто, ну вот напрочь, они его выключили в первом тайме. Ему стучали, били по ногам, и Ри Шарлисон больше хромал и апеллировал к арбитру в первой половине встречи, но несмотря даже на то, что Колман у них заменили, по сути это было два изменения, которые допустил Манчестер Юнайтед, и при этом это сыграло в плюс Эвертону. Первое это травма Колмана. Пока Колман был на поле, с его фланга никакой опасности у нас не было, и Люкшоу мог абсолютно спокойно ходить вперед, и Марсиаль там нагнетал, нагнетал, у Колмана, очевидно, была задача сдерживать Марсиаля и следить за подключениями Люкашоу и Бруно Фернандеша, чем также занимался Дэвис, который чуть ли не персонально играл по португальцу. Как только вышел CDB, он стал чаще ходить вперед, Люкшоу стал реже ходить вперед, а Марсиаль забывал возвращаться. Таким образом мы получили опасный правый фланг. Это раз. Второе, что мы перестали делать во втором тайме, мы перестали давать то физическое присутствие Ришарлессону, которое нужно. То есть, мы перестали как-то оттоваривать его там по ногам, по корпусу, еще что-то. По сути, бразильца не было вообще в первом тайме. Он только сверкнул в концовке, когда опередил чуть-чуть Люкашоу и, ну, как бы тоже чуть не забил в наши ворота. Во втором тайме мы дали ему больше свободы, мы стали оставлять его один в один с Линделевом. Ришарлессон более техничный игрок, более скоростной игрок, чем Линделев. И вообще оставлять кого-то один в один с Линделевом, это фактически выбрасывать полотенце на ринг, как в боксе говорят. Линделев не убедил сегодня. Абсолютно никак. После того, как вернулся Баи, прямо на контрасте можно сравнивать игру этих двух центральных защитников. И уже видно то, что, ну, как бы, как только Баи наберет достаточно кондиций для того, чтобы быть в старте, именно он, на мой взгляд, должен быть напарником постоянным Магуайра. Но, к сожалению, Виктор Линделев пускает людей к себе за спину. Виктор Линделев неуверенно ведет себя с мячом. Ну, и борьбу он ежечасно, вот, прям, в каждой игре несколько раз проигрывает. Причем борьбу такую, знаете, не то, чтобы там где-то в центре поля, а борьбу важную. Вот на своей половине поля, когда мяч летит, вот этот вот момент, он не чувствует, когда нужно выпрыгнуть, где-то там побороться, где-то подтолкнуть. Ну, вот, как-то не складывается, пока у Виктора Линделева, и большой вопрос, будет ли он и дальше основным центральным защитником Матчестер Юнайтед. Ошибкой Оли Гуннер Сульшера, по факту, стало то, что он выпустил двух форвардов. Ну, то есть, двух одинаковых форвардов, я бы даже сказал. И Марсиали, Гринвуд, это такие негабаритные нападающие, которые могут на дриблинге освободиться и уйти от опеки, но которые при этом достаточно ну, как сказать, они достаточно инфантильные в борьбе. И, на мой взгляд, вот здесь стоило сделать такой вот шаг Оли и выпустить Игала, если не даже, если он ошибся и не выпустил его в основе, хотя, по сути, когда вот такая пошла контактная игра в первом тайме, можно было Игала смело выпускать в перерыве. Гринвуд в такую игру совершенно не заходит. У него нету габаритов, у него нету вот этой наглости какой-то, ну, вот где побороться, подставиться и так далее. На Гринвуде было заработано, по-моему, всего два фола за первый тайм. Это с учетом того, что команды стали там пенять и пихать друг другу уже в первом тайме. Судейство — это отдельная тема, мы о ней чуть-чуть попозже поговорим. И, возможно, Игала стоило выпускать раньше. И потому что и Гринвуд, и Марсиаль, по сути, оказались выключенными из игры. Особенно Марсиаль, когда получил по ногам. И в том моменте, помните, когда Бруно феноменально пропустил мяч от Магуайра на Гринвуда, Гринвуду нужно было просто делать то, что делает Решфорд. Или Дэниэль Джеймс, или кто-нибудь другой. Он просто берет мяч и бежит вперед, когда перед тобой гектар свободного пространства, и перед тобой, кроме вратаря и ворот, между тобой и воротами есть только вратарь. Надо бежать. Вот это и есть то отсутствие опыта. Гринвуд стал мешкаться, ждать, пока подключатся Фернандеш и Марсиаль, более опытные товарищи. Вместе с ними подключились уже два центральных защитника Эвертона и Андре Гомеш, который успевал вернуться. И, по сути, ничего из этого хорошего не вышло. Манчестер и на это только угловой заработал. Угловые тоже. Ну, опять мы угловые все подавали в молоко. Ни одного особо опасного момента в борьбе мы не создавали. Мы неплохо выглядели при обороне своих ворот. При этом у нас три вот этих столба. Мактомин и Матич и Магуайр. Они очень здорово оборонялись на своей половине поля при стандартах. Но, опять же, на попадание Матича в перекладину Эвертон ответил своим попаданием в штангу со штрафного Гилфи Сигурдсена. Штрафного, которого, возможно, не было. Потому что, ну, действительно, Фреду, которому показали желтую карточку за то, что мяч попал ему в грудь и в коленку. Зачем там желтая карточка за игру рукой? Ну, может быть, это, конечно, за те споры, которые... Скорее всего, это за те споры, которые возникли после этого. Но судья, на самом деле, игру потерял. Он пытался ее держать в узде. Когда стало горячо, он начал раздавать горчичники, чтобы игроки больше не фалили. Но это только как бы усугубило ситуацию, поскольку в каждой следующей ситуации игроки стали требовать желтую карточку тому или иному человеку. И в какой-то момент сложилось ощущение, что ничего, кроме красной карточки, мы не увидим. Желтую карточку незаслуженно, я считаю, получил Фред. Желтую карточку незаслуженно получил Люк Шоу, под которого там подкатился, не пытаясь совершенно никак играть в мяч, Калверт Льюин. Но Шоу даже не на это среагировало, а на то, что его подошел и пнул Бен Дэвис вообще без каких-то на то причин. Он въехал в него и, естественно, Шоу там побежал потолкаться. Самое интересное, что Дэвис в этой ситуации, он как-то сначала вышел сухим из воды. Потом, правда, ему там как-то тоже карточка там с запозданием прилетела. Но как бы здесь, кроме желтой карточки Дэвису и Калверту Льюину, одному за намерение там сыграть явно не в мяч, а второму за то, что он просто пнул соперника, мне кажется, здесь Люк Шоу должен был выйти сухим из воды и совершенно никакой желтой карточки не получать. Момент с голом. Давайте разберем ко вторым голом, который забил Эвертон. Здесь масса вопросов у всех, потому что Сигурдсен, который осел там в чужой штрафной и убирал ноги в момент, когда мяч отскочил от Харри Магуайра и полетел в створ собственных ворот, там Эвертон, естественно, побежал радоваться. Но что это значит? Если ты остаешься за как бы линией офсайда, будь готов всегда, это, ну, Гульфе Сигурдсену обращение, будь готов всегда, что тебя будут считать участником игрового эпизода, если мяч хотя бы каким-то непостижимым образом просто полетит в твою сторону, даже если ты его не коснулся, даже если ты отходишь, ты становишься участником игрового эпизода, ты можешь закрывать мяч вратарю, из-за чего он его не видит, ты можешь вот так вот, ну, ты вот сидел на пути мяча, если ты в эпизоде не участвуешь, мяч должен удариться в тебя. Как только ты убираешь ноги, ты уже участвуешь в этом эпизоде, извини, и это, на мой взгляд, абсолютно справедливая отмена гола, мы много видели таких отмен, поэтому здесь Крис Каван разобрался. Но то, что он, но это не отменяет того, что он потерял абсолютно нити игры, и там в моменте, когда влетел CDB, я не знаю, сколько ему там оказывалась помощь, в итоге добавить всего лишь 3 минуты ко второму тайму, это прям преступление, я считаю, как минимум 4 или 5 нужно было добавлять, с учетом того, что команда там еще там праздновал, пока Эвертон, пока Вар пересматривали, еще нужно было добавлять. Но так или иначе, друзья, не сложилось, и мы потеряли очки, вот так сейчас выглядит турнирная таблица, она на ваших экранах, мы по-прежнему на 3 очка отстаем от Челси, Волверхэмптон обыграл Тоттенхэм со счетом 3-2 и вплотную приблизился к Манчестеру Юнайтед, мы теперь опережаем их только по разнице забитых пропущенных мячей, и нам кровь из носа нужно набирать эти очки, тем хуже, потому что у нас следующая игра, ну, у нас сначала будет Кубок Лиги, следующая игра с Тоттенхэмом, если не ошибаюсь, в следующие выходные, поэтому будет достаточно сложно. Друзья, я прошу прощения за те сложности, которые возникли на трансляции, давайте обсуждать в комментариях, напишите, пожалуйста, ваши мысли по этому матчу, по всем моментам, которые мы обсудили, и давайте вместе искать какую-то дальнейшую тактику, которой может придерживаться Сульшер. Подписывайтесь на канал, если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки, делите ссылкой, чтобы нас нравилось еще больше и больше. У меня же на этом все, с вами был Алексей, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok